Алло, дядя Игнатий, мир вам, не побеспокоил? Да нет, нет, сейчас, подожди маленько, я тут включусь, я не ожидал, что кто-то придет А я там написал, не отвечайте, думаю, может с кем разговариваете, потом ждал А я не видел, что ты написал А ждал, ждал, потом думаю, наверное, значит, отошли в сторону, позвоню, думаю Ну да это какой разговор-то? Дядя Игнатий, у нас тут среди родни разговор такой, ну как, зашел и вот не можем, кто говорит да, кто нет Вот вопрос у нас возник Сказали, что только вы можете разрешить этот вопрос Ну, что такое Вот что говорит Библия про браки родственные, ну вот смотрите, какого уровня Вот если, например, мои дети и, например, Лешкин и Алексей Устинов, вот его дети Например, ну, к примеру, вот такое родство, они могут между собой жениться? Вот Алексей мой двоюродный брат Вот наши дети Надо сейчас схему нарисовать А ты сам это высчитаешь Посмотри у меня во втором томе, кажется, это Там просто схем Во втором томе? Да, во втором томе открытым оком Ну вот общая у нас бабушка, баба Мария Егорова Ну, она не так делается Вот вы нарисуете два кубика, так сказать, квадратика В одной напиши ты, а в другой Леша И так ровно их поставьте Ну, а впереди, чтобы выше бумага была чистая И дальше показывай Веди черточку Сейчас я тебе прям сразу это дело и покажу Вот Так, веду черточку Вот сейчас смотри Два квадратика Ну, вот так вот Да, да, да Ну, только ты нарисовал высоко их Вот Василий и Алексей Да Вот Алексей Теперь смотрим Алексей Кверху поднимай Называй его Кто у тебя мать? Татьяна Татьяна Вот так напиши К5 квадратик Татьяна В Алешке кто мать? Валентина Да Валентина Так, теперь дальше Кверху Поднимай дальше Кто у Татьяны отец? Тихон Тихон Так, у Валентины кто отец? Тихон Все, они сошлись вместе Вот так Теперь надо ошибиться Что получается теперь? От Василия к Татьяне Одна черточка Так До Тихона Вторая Так От этого теперь На Валентина Третья Четвертая Нельзя Все Нет А вот у меня Это ж не я Алеша А вот и еще Дети Вот мои дети Между моими Детьми еще Подожди Подожди Теперь твои дети Вот возьмем внизу Теперь Ниже тебя Нарисуем дети Ну допустим Кто? Ну допустим Евгения Евгения А у Алеши кто? Ну Назарий Допустим Назарий А вот теперь считаем Сколько? Раз Два Три Четыре Пять Шесть Только епископ Может разрешить А только епископ Только епископ Все А если от них Сейчас дети Которые пойдут Допустим Вот у Евгения Будет ребенок И тот который Уже никого не спрашивать В восьмом колене А так в шестом колене Ага Понял Ты понял что как? Все понял Вот эти черточки Да Сколько переходных Черточек этих С квадрата на квадрат Это колено Раз Два Три Четыре Пять Вот допустим Евгения Василий Это Черточкой Два квадратика Соединяем Это одно колено Одно колено А если Еще Василия Там надо будет Другое родство узнавать Ну рядом напиши Как жену Жену звать Наталья Вот Наталья Напиши Наталья А бывает Наталья Кто то еще Тогда от нее Отросток в сторону идет Брат у ней допустим Есть То есть надо Семь колен Да чтобы было Семь черточек Семь восемь даже Семь восемь Семь уже не требуется Разрешение Архиерея Причем А тут только Архиерея Подать Архиерея То есть Ну теоретически Допустимо Если Архиерея Благословит Все Ты посмотри Во втором томе Открой Полистай Там схемы нарисованы Все Все Хорошо Хорошо По любому вопросу В моих книгах Все найдешь Редко Спасибо Христос А то мы вот тут Завели разговор Марк говорит Один говорит Категорически нельзя Другой говорит Епископ может разрешить Третий говорит Да можно И вот Я думаю Я тебе точно говорю Как Это Все понял Спасибо Христос Подробно все так ответили Мне Прям все понятно А вот допустим Спрашивают Вот Скольки можно жениться Государственный закон Говорит Она совершеннолетняя Сейчас срок понизили До 16 А у мусульман 12 лет Вот посмотри На своих девчонок У тебя 12 никому нету еще? Нету еще Ну все считай Через год два Замуж выдавай Так что выезжай оттуда А то сосватывают ее Так вот теперь А если он раньше Допустим На два года раньше А поп повенчал И поп запрещается В служении На два года Которые он раньше На два года А на сколько раньше Разрешил Насколько раньше А если дьякон Помогал Ему пол срока А ничего себе Какие законы За законы Такие были А по христиански С 14 Можно По христиански С 12 А тоже С 12 Какому Сумер Богородица С младенцем Держала младенца На руках Когда я был Не полных 14 лет 14 с половиной Да Ну так С 13 С 14 Вы этот ролик Сейчас не записываете? Записываю Обязательно О я тогда Им покажу Этот ролик Обязательно Ты не против Что записываю Выставляю Нет Нет Я только Мне наоборот Показать Ну вот такие данные Надо посмотреть Я маленечко Сейчас засомневался Что в третьем томе Или во втором Но кажется во втором Я бы мог даже показать Сейчас Открытым оком Так возьми Вот так Полистать И увидишь Там схема идет Схема Такими же квадратиками Да? Да Все нарисовано Это Напанаил Мне делал Ага Это богатый Богатый материал Там Все абсолютно Касается браков Когда Что И как Все вопрос Закрыт Спаси Христос Так А ты с этим Лично сам Ты не разговаривал И все? С этим Стивом Митчеллом Вот я с ним Переписка у меня Только идет Сейчас с старым Уолтером И с ним Разговаривал Надо чтобы Он на меня вышел Мне нужна Скорее встреча с ним Чтобы он приехал Потому что Частос Волкер С нами вышел С этим уже разговор У нас уже был Ну я не разговаривал А Разговаривал Со Стивом Митчеллом Уже с ним тут были Переводили Отсюда Из Америки Наша Там знакомая Близкая сестра Живет Переговорили Он уже спрашивает Сколько дом стоит И сколько земля Потерявки А он купил земли Там какой-то Посредник Андрей Вломил такие деньги Один где-то на отшибе Я говорю Ты понимаешь или нет Что это страна-то какая Один на отшибе А тут сразу дом бери Строить в середине И ты вошел в большую семью Здесь тебе Игорь подскажет Как коров Как сбывать Как доить Как подводить И есть электрики Все Или один ты Тем более Он любит Это старинные Благочестивые обычаи То что у нас есть А этот Его зовут Смешной Кто как Его называет Джастас Да Веселый молочник Но он Такого-то От Василия Я звоню Я ему сразу Отвечу Хорошо Я сейчас ему сообщу Если он на связи Позвонит Мне он очень нужен Потому что В феврале Должен приехать Этот Вот Стив Стив Ну и Надо тут все обговорить Тогда Как вместе поехать Да-да-да Хорошо Хорошо Сейчас я ему Сообщу Если он в сети То он сразу Может и позвонит Мне отвечает он Я тогда его сразу Зафиксирую Чтобы он все посмотрел На него материалы Скинуть Наши Я ему Если мог бы Он зашел бы Даже в это В скайпе Поговорить Если есть скайп у него У него Все есть И скайп и все Но там У него нет ничего Ты мне скажи Как зайти Скажи Ну когда поговорит Игнатий 10 Вплотную Ну пусть позвонит только Только чтобы У него будет звонить Чтобы там было видно Что такой-то и такой-то Чтобы я его принял И заблокировал А то Я думаю Он на телефон Быстрее позвонит вам Ну давай на телефон Потому что Он живет в деревне У него там интернет Плохо очень Ловит Ну да Никак не понятно Где у него ребятишки И где жена Я тоже не понял Ну вы как раз С ним поговорите На эту тему Видишь люди Они особенно верят И на глядя на него Но они очень сильно Развятся со Стивом Ну да Вот серьезный такой Как это все время Хохочет Где-то Подцепил От духа смешливого От 50-ников Видно Да Это не христиан Он это Да Любит так посмеяться Нет никак Горе смеющимся ныне Написано Горе И блажены плачущие То есть И он приехал бы сюда Мы бы научили его плакать Ну он Так в целом Человек Отзывчивый очень Я вот с ним переговорил Он такой прям Добродушный И расположен Вот он не должен узнать все Это не просто так Хорошо Я сейчас ему сообщу Все А вопросов нет больше? Нет все Спаси Христос Спаси Христос Ага Давайте С Богом С Богом С Богом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому С Богом